Знакомьтесь, поезд в синем углу, fighting out of the blue corner. Ему 29 лет, рост 165 сантиметров, вес 57,1 килограмма. Профессиональный рекорд, один бой, одна победа. Лейнгзе челленмен, he is 29 years old, standing 165 centimeters tall, weigh in at 57,1 килограмм. His professional record, one bout, one win. Дамы и господа, он из Ништеванов, города Россия. Приветствуйте, Сергей Ширкутов. Его замерни к красному углу, he is opponent fighting out of the red corner. Бойцу 22 года, рост 167 сантиметров, вес 57,2 килограмма. А его профессиональный рекорд, 11 побед при трех поражениях. Лейнгзе челленмен, he is 22 years old, standing 167 centimeters tall, weigh in at 57,2 килограмма. His professional record, 11 victories, and the three losses. Дамы и господа, из Тучхампе, Республика Даджикистан. Приветствуйте, Аятулу Муминов. Проферим Дмитрий Фавуевич. Еще один поединок в самой маленькой красовой категории, по вашему вниманию. Сергей Ширкутов против Аятулу Муминова. И Дмитрий Иванович начинает свою работу на турнире ИСи 165. Конечно, бросается, разница и в возрасте, и в опыте. То есть серьезно старший Сергей Ширкутов, но при этом у него только один профессиональный бой в карьере. Ух, как лихо начинается поединок. Сразу же выбрасывает джебы Сергей, и навстречу Муминов разбрасывается на нога. Великолепно в корпус. Тоже боковые удары от Сергея. Чуть напорист, но он работает сам в начале. Джеб, тут же ответная нога, ударная комбинация. И заход в борьбу. Да, есть перевод. Пытался до этого Муминов там коленом в прыжке. Не удалось. Здесь встречная работа локтем. Я думаю, локтями уже подключает левый. Локти снизу были. Опять закрывает гард, а это локтем Муминов. Ух ты, здорово! Прям увесишь-то работает в гарде Сергей Ширкутов. Минута позади. Пока с контролем проблем нет у Сергея. С точными попаданиями все-таки присутствует. Там что-то прилетело вскользь. И опять же, учитывая опыт Муминова, Сергею не стоит быстро растрачивать энергию. Да, вкладывается он, будь здоров. И чаще всего это заканчивается потом истощением физически. В последующих раундах, в частности. Подняться на ноги Сергея и привести оттуда атаку не получилось. Хаммерфиш тоже не зашел в цель. Да, попытка слева была хорошенечко зарядить. И посмотрите, очень умело Муминов уже приблизился к сетке. Хавгард. Что, будет рисковать? Нам попытка пересаживания была в фулл-маунт. И это, собственно, как защита, как вариант из защитных действий. Нельзя цепляться за сетку, конечно, сейчас Муминов так ненадолго это сделал. Да, очень хотел перейти опять в диагональ. Сергей Шурфунов не получилось. Неплохо разрядился по голове. Пытается подняться, получить опору и ударить еще сильнее. И что здесь? Нет, перехода на скручивание пятки не будет. Забирает спину Сергей Шурфунов ненадолго. Перехватил инициативу Айтулу Муминов. Итак, три минуты в борьбе Сергей Шурфунов забрал. Ой, какое колено отличное от Айтулу. Теперь за корпус хороший захват. Попытка вывести из равновесия здесь со стороны Шурфунова не удалось. И вот так свалить все-таки удалось на этот раз Сергею оппонента. Еще один перевод 2-0 по тейкдауну в этом отрезке. Сразу же заходит Кавгард, накатывает вперед. Возможно с расчетом на ручной треугольник. Ух, как лихо ползет, ползет все-таки в сторону полного маунта Сергей. И вся сейчас задача, да, состоит в том, чтобы просто ногу освободить. Но как лихо выворачивается Муминов. Айда молодец! Да, подавел соперника. Отличную чувствительную борьбу показывает Айтулу Муминов. Борется на классе боец, представляющий Таджикистан. И локти на коротке. Отличный. Очень хорошо чувствует этот момент Муминов. Заряжен, сил достаточно. Попытка от Шурфунова там исполнить треугольник. По крайней мере, попытаться это сделать. Постоянно работает корпусом. Боец из синего угла пытается выбраться из под соперника. Пока безуспешно. Завязался Сергей. Заряжен, бежим! Заряжен, бежим! Заряжен, бежим! И еще один удар. Здесь вращается Сергей Шеркулов. Да, попытка. Бросит, да, треугольник. Но нет. Муминов как-то очень здорово выразился. Великолепно чувствует все зачатки этих приемов. И сразу же их нивелирует. Но включается. Ну и по этому раунду мы можем констатировать. Такой, даже не футбольный, а, наверное, хоккейный. Еще 3-2 по минуту. Первые три забирает Сергей. Последние две Аэтулло. Итак, начинается первый перерыв. Да, на встречных курсах. Туда-сюда. В буквальном смысле. Раскладывался этот поединок. Хорошая работа на ногах была. От таджикского спортсмена. Муминов здесь преуспевал в работе локтями. Да, все больше и больше, кстати, заполняются трибуны. Практически какое-то очень считанное количество свободных мест остается на определенных секторах. Ну и что тут уж лукавить? Действительно, турниры в Санкт-Петербурге собираются все больше и больше людей. Каждый следующий турнир получается громче предыдущего. Как заряженный идет вперед Ширкунов со своим джевом. И вкладывается, но промахивается. Догоударная комбинация у Амаминова. Правый прямой. Там был современный локтейк. Тут же колени полетели. Просто огненное начало второго раунда. Еще один локтейк. Очень плотный. Идет Сергей вперед. Начало капитов, но ногу не выбрасывает пока Сергей. На стартовое начало немножко сошло. Более размеренными и осохненными становятся действия. Более безэмоциональными, скажем. И еще один галкик. Не забывает делать эту работу Аталому Минав. Да, постреливает и постреливает хорошо. Там, тут терроризирует периодически. Кто ногу, кто на руках. Кто еще здесь походка перевода. Состоится ли, да? Совершенно верно. Действительно, в принципе, технический арсенал Аталому Минава выглядит пополоснее. Здесь Ширкулдар Корбов. Великолепный. Причем солнечное сплетение с хорошим прицелом. Удастся ли перевести? Еще один перевод. Слышите замечание от Волуевича. Накидывает справа и тут же Муминов. Да, поднимается и посадка, но ненадолго. Да, много борьбы и здесь уже Муминов начинает терять ресурсы. Да, при этом он, конечно же, набирает очки. Вот такие удары в голову летят. А в третий или в четвертый раз уже поднимается на ноги Сергей Ширкулнов. Очень много переводов. Ну да, только поднимается. Давай его обратно. 4-2 по переводам. Соответственно, два тейкдауна Сергея случились в первом раунде. Хорошая попытка избавиться от этого плотного захвата. Возле сетки здесь остается Сергей. Хороший джеб от Айдуло. И комбинационно он временами бывает очень-очень точен и эффективен. И здесь на выходе слева западает Ширкулнов. Но при этом он продолжает немного застаиваться. Восборно вскоре откроется второе дыхание у Сергея. Ну и много сил определенно потратил сейчас Айдуло с этими переводами. У-у-у! Какой правый снизу! Красивый, но неточный. А мне показалось, что долетел. Ну да ладно! И здесь колено в клинче от Айдуло. А вот это было. Да, 100%. Ну и там удар действительно был в предплечье. Попытка перевода в борьбу, прошу прощения. И все здесь удачно. Прям лобовая атака от Айдуло Муминова. Полторы минуты. Хороший контроль. Отключил там руку. Локти полетели. Да, очень опасные, секущие, вырубающие локти от Айдуло. Не удается ему полноценно взять на распятие соперника. И здесь приходится работать из Навгарда. Смазанный локоть на коротке. Последняя минута. Очень напряженные бои у нас сегодня с вами получаются. И что здесь? Нет, не удалось докрутить Сергею Ширкунову. Но так иначе поднимается, пропуская еще одно колено через защиту. И пытается здесь левым боковым на скачке зацепить. По печени достать. Еще одна попытка. Вновь влетает на дистанцию. Да, но здесь уже пошел бой на морально-волевых качествах. Все чаще работает на скачке Ширкунов. Постреливает Муминов. Да, делает сам такой глубокий выдох, потому что действительно много сил было потрачено. Пытается зацепить хорошим попаданием Ширкунов. И пока ему это не удается. А вот тут охаживает ногу справа и слева. И еще больше поддержки. Учój гори. Алик. Завершают восстановительные процедуры бойцы. Активно подсказывают, напоминают, что необходимо прибегать к борьбе с самого начала, итак, смотрим. Сразу с двух активных джебов начинается бой, поддавливает Шартунов. Что нужно сделать? Вставить капу. Вот так бывает. Заплыл об этом Сергей. И сейчас возвращается в поединок. Да, вдетелен Дмитрий Волуевич. Все очень четко сделал, все увидел здесь мимо, и тут же левый снизу. Вот за Шартунова. Достал здесь Сергей прямым правым. Подкрадывается так потихонечку, ищет возможность пробить через защиту. Уходит с дистанции Айтуло и встречает правым. Хороший апперкот на тричной скорости выполнял Муминов. И что здесь? Тейкдаун в активе у Муминова. Очень важный момент в этом раунде, а может быть и вообще в этом поединке. Попытка сейчас будет выйти из этого положения от Сергея. Думал, что через butterfly guard, но нет, все-таки вытащил ноги. И времени еще очень много, но какие локти от Айтуло. Сразу же вижу, что судьи обращают на это внимание. С одной стороны да, с другой посечь этими ударами не мог. Муминов и большой амплитуды там тоже не было. Но со стороны выглядит это действительно опасно. Ну и так, в совокупность по челюсти, чтобы человек хуже себя чувствовал, в принципе, в поединке. Думаю, эта задача точно решается путем вот таких ударов. А по совокупности они могут превратить все в навстречную победу. И вот здесь выкручивает таз. Шархунов поднимается. Защита на одной ноге. Ух ты! Какой класс борьбы. Вовремя прихватил ногу. Перевел соперника и несколько ударов в голову. Еще один чистый. Ценой этих попаданий приходится вставать. И необходимо это делать Сергею Шархунову, потому что Муминов здесь просто экскаватором переезжает. Еще один перевод. Уже в другую сторону. Влево от себя. Колено можно работать по корпусу, по бедру. И, напоминаем, нельзя бить в позвоночный стол. Поднимается все-таки Сергей. Посмотрим надолго ли. Потому что очень оперативно здесь упаковывал его. Муминов. И практически тоже самое делает еще раз. И возле своего угла находится у Ядулло. Как раз в углу у Сергея. У нас разборки. И вновь дистанция. Эту спортсмену пытается позинковать Шархунов. Вновь укладывает до конваса Этуло Муминов. Ну что ж, получается у нас пробарывает в этом раунде чуть больше Муминов оппонента. Водейшан появляется для Сергея Шархунова. Очень много времени он тратит на эту защиту. Ничего сделать не может. Но каков Этуло. Сколько сил у него. Очень хорошо подготовлено. Уверенно дышит на протяжении всех трех раундов. Посмотрите, идет вперед. Да, была такая микропросадка. Но в целом она на поединке не сказалась. Сергею остается минута для того, чтобы что-то изменить в этом поединке. И здесь, конечно, борьба становится ключевым аспектом в работе. Успел там колено выбросить Сергей Шархунов. Но попал по защите. Теперь уже бойцы переместились в красный угол. Зацеп. И еще один перевод. Есть в активе у Муминова. Опять же, каждый бой это также соревнование и в бойцовском IQ. Вот в данном случае именно на опыте и классе пытается Этуло забрать победу. И, видимо, у него это получится. Вновь удерживает Сергея у сетки. И последнее мгновение, которое сейчас, в общем-то, закончится. Время! Поединок за лишён. Пока есть пауза, пока есть перерыв. Объясню, в чём была моя ошибка, когда я сказал про угол Сергея. Там сидит молодой человек, и у него бейсболка и таджикский флаг. И мне показалось, что это угол. Вот видите, какое интересное пересечение, да? Выступает он против Этуло Муминова, у которого такая серьёзная поддержка с такими же флагами сзади. Но при этом ещё парень... А, Кургистан вообще написано. Вот, вот что меня смутило, дамы и господа. Совершенно верно. Смотрим на резку самых опасных моментов. Этуло Муминов уже начинает праздновать победу. Ну, Сергей Шарфунова получил с ней всё. Это второй бой в его профессиональной карьере. Первый он выиграл. И сегодня он не ударил в грязь лицом. Сделал всё, что мог. Приглашаются бойцы на середину. Александр Загорский уже готов огласить результат. Дамы и господа, по завершении боя обратимся к судейским запискам. Ladies and gentlemen, after the end of action, we go to the Georgia scorecards. Судьи 1, 2, 4 и 5 одинаково оценили поединок. 30, 27. Georgia's 1, 2, 4, and 5 are in agreement scoring the same. 30 to 27. Судья номер 3, Georgia's 3. 29, 28. 29 to 28. Таким образом, единогласным решением победу одержала, and your winner, the unanimous decision, Ayatollou! Good winner! Ayatollou Muminov выиграет в этом поединке заслуженная трудовая победа. Наши поздравления. Четверо судей и первый раунд отдали Ayatollou. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok